Уважаемые люди, сегодняшний день войдет в историю России как один из самых страшных дней. День позора, день стыда, день трагедии мирового масштаба. Я никогда не думал, что мы доживем до такого дня, но этот день настал. Владимир Путин объявил войну Украине фактически всему миру. Впервые после Второй мировой войны война пришла в Киев, Харьков, Одессу, другие города Украины. Это не мистификация, это реальность. У этой войны нет никаких оснований и причин, кроме безумного и бесчеловечного намерения уничтожить выбросшую свободу Украину и вернуть над ней власть империи. Эта война захватническая, оккупационная и ванфурская. Этой войне нет оправданий. Эта война принесет смерть огромному числу людей. Эта война может стать ядерной и похоронить все живое вокруг. Сегодняшний день может стать первым днем Третьей мировой войны. Эта война смертельна для всего мира, в том числе для России. Эта война придет в каждый дом. Эта война разрушит Россию. Это настоящая общенациональная катастрофа. Эта война уничтожила наше будущее. Я приношу извинения народу Украины от российского общества, которое не смогло остановить войну, не смогло остановить Путина. Но я понимаю, что простить такое невозможно. Ответственность за эту войну лежит на всех, кто не сопротивлялся злу. По большому счету, ответственность за эту войну лежит на каждом гражданине России. Ответственность за эту войну лежит на всех, кто вел политику умиротворения агрессора, надеясь выторговать для себя баллоны с газом. Корысть, жадность и трусость привели к этой войне. Все, кто начал эту войну, будут прокляты. Я напоминаю всем военнослужащим, что незаконные приказы не подлежат исполнению, а за их исполнение установлена ответственность. Я призываю всех граждан России к мирному, ненасильственному, гражданскому сопротивлению в войне. Призываю говорить, писать, кричать о том, что мы против этой безумной войны. Требовать прекратить войну. Подписываться против войны. Страшное уже произошло. Но самое страшное еще может произойти. Забудьте все политические и личные разногласия. Одна мысль, два слова объединяют всех нас сегодня. Нет войне. Еще не убиты, еще живы миллионы людей. Война началась, но необходимо остановить войну. Нельзя молчать, нельзя бояться. Будет еще страшнее. Мир нуждается в новом мироустройстве. Прежнего больше нет. В этом мире не должно быть империй. Не должно быть императоров войны. Не должно быть соловьев войны. Война России с Украиной должна завершиться другим, новым миром. Другим российским обществом. Другой Россией. Нам предстоит пройти через самое страшное, что может случиться в жизни народа. Через войну. Для этого потребуется мужество, воля, терпение и вера в победу. Дай бог всем, кто выступит против войны, остаться живыми. Но как получится. Каждый делает сегодня свой личный выбор. Эта война завершится, как и все оккупационные войны, поражением агрессора и судом.